Дай почитать. Теперь главная героиня – семилетняя девочка Эльса. Умная и проницательна, не по годам, смела, откровенна, бесстрашна, остроумна, сообразительна. Просто бесконечная гордость и любовь своей бабушки. Если кому-то представится почтенная, седовласая, пожилая леди, забудьте. Эта бабушка из другого, что называется, замеса. Курит, лихачит на старом Рено, не имея водительских прав. Метко стреляет с балкона из пейнтбольной винтовки. По религиозным агитаторам. В кромешные ночи пробирается в зоопарк. Сидит в камере, заигрывает с полицейским. Она для Эльсы супергерой. И потрясающий рассказчик, придумавший удивительную страну про Сонье. Где любят, сражаются и побеждают отважные рыцари и прекрасные принцессы. А еще обитают другие загадочные существа. Но знает ли Эльса свою бабушку по-настоящему? Однажды она услышит неумолимый диагноз – рак. И любимая бабушка навсегда уйдет в другой мир. А Эльсе приходится разносить оставленные бабушкой письма адресата. Ей суждено заново узнать своих соседей и изменить о них мнение. Она подружится с огромным псом-ворсом. Перестанет бояться монстра. Узнает о сердечной привязанности Альфа. О тайне женщины в черной юбке. А еще о том, какой отважной и бесконечной доброй была ее 77-летняя бабушка. В прошлом – военный хирург. У Эльсы есть мама, отчим, папа. Мама вот-вот родит полу кого – брата или сестру. Но бабушка, которая в каждом письме просит у нее прощения, как лакмусовая бумажка, проверяет всех на доброту и человечность. Это непростая слезливая история о потере, о невозвратимой утрате. Это серьезная философская книга о способности жертвовать собой ради других, об умении защищать мир и близких от зла, о человеческом выборе, о странных переплетениях судьб. В книге много поучительных цитат. Все кажется сложным, если тебе никто ничего не объясняет. Мама любит, когда аккуратно, а бабушка, когда приятно. Смерть оправдать невозможно. Тяжело отпустить того, кого любишь. Такова жизнь. Слишком сложная и одновременно слишком простая. Самые лучшие сказки никогда не происходят на самом деле. Но в них все по правде. Дорогие слушатели, в зимний вечер с печеньем и с книгой Бакмана бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения, согрейтесь душой и сердцем. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!